Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня мы поговорим о том, как получать Искру Пламени Тьмы, каждая КД. Кажется, это какая-то магия, но на самом деле это реальность, которую можно в текущий момент просто-напросто реализовать. Что у нас получается на текущий момент, как мы вообще получаем Искру Пламени Тьмы обычным способом? Мы летим в пещеру Заралек, и в пещере Заралек нам нужно взять квест, в результате которого требуется получить полторы тысячи репутаций с ламскими нифами путем локалок, события в центре, путем использования баджиков различных, то есть много-много разных способов. Набрали полторы тысячи репутаций, получили расщепленную Искру Пламени Тьмы, то есть, грубо говоря, половинку Искры Пламени Тьмы. Окей, ну то есть получается, что на текущий момент, используя только квест, мы вылутываем Искру раз в две недели, а я утверждаю то, что можно вылутывать Искру каждую неделю, обратимся к Великому Хранилищу. В тот момент, когда мы берем лут в среду, у нас же выбор имеется, либо мы берем шмотку, либо мы берем шесть монеток. И начиная с среды, с 21 июня, шесть монеток можно выменивать на половинку Искры Пламени Тьмы. Таким образом, первую половинку мы вылутываем за полторы тысячи репутации, а вторую половинку мы получаем, открыв Викли Лут и, грубо говоря, отказываясь от лута в пользу получения Искры. Кому это может быть полезно? Это может быть полезно тому, кто только-только одевается. Это может быть полезно в тех случаях, когда вам вообще ничего не нужно с Викли Лута. Возможно, вы хотите накрафтить себе каких-то ПВП вещичек, свичнуться с ПВЕ в ПВП, быть может, там это котируется. В целом, масса плюшек. На что можно потратить Искру Пламени? А Искру Пламени Тьмы можно потратить на крафт 447-го шматья. Сделаю с помощью ваших анлок всех реагентов. Что у нас получается? К примеру, какой-нибудь нагрудник. Мы ставим Искру Пламени Тьмы, мы кидаем зачарованную гребень аспекта, и всё, у нас готовая 447-я вещица. В целом-то это всё круто, и получение Искры Пламени Тьмы каждую неделю, я уверен, ускорит чьё-то одевание. На этом всё. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!